Саммит ШОС, который в Беларуси все знают, как Шопонсдох, но другие это переводят как Шанхайская организация сотрудничества. Очередной саммит ШОС, который принес на самом деле любопытные новости. Впервые после пандемии за границу выехал руководитель Азии, назовем так, господин Си, еще один диктатор, который хочет продлить свои полномочия. В Китае Дэн Сяопин установил ограничение, два срока и все. И вот Си, первый руководитель, который хочет продлить еще на один срок. Ну, на один, понятно, если на один, это навсегда свои полномочия. Очень большой властолюбец. И, видимо, он и продлит, что вызовет очень негативную реакцию в мире, потому что считалось, что Китай все-таки должен двигаться, пусть по чуть-чуть, пусть в своей осторожной манере. Но двигаться на путь преобразований, каких-то реформ. Ну, вот Си это все закручивает, превращает страну в цифровой концлагерь. И вот он приехал и встретился. Первый человек, с которым он встретился, конечно, был Такаев. Руководитель Казахстана, китаист, который на китайском языке разговаривал с этим господином Си. И самое главное, что сказал Си. И вот эта фраза, она решила все. Он сказал, что Китай абсолютно будет поддерживать и защищать суверенитет и территориальную целостность Казахстана. Что это означает? Что весь тот тор российской пропаганды на тему, что мы заберем Северный Казахстан, там русские, там это русские города, Северный Казахстан наш. Да, ОДКБ может в любой момент, вы же помните, как заезжало там, чтобы подавить протесты. Так вот, так вот. Китай сказал, что территориальная целостность Казахстана сейчас находится под его протекторатом. И все. И тема Великой Русской империи с вот этими землями Северного Казахстана стала закрыта. Просто закрыта. Это очень важно. Это то, что, видимо, хотел Такаев, который проводит сейчас не самые простые реформы. Он как раз ограничивает количество президентских сроков. Хочет сделать один. Убирает весь откульт личности, который был при Назарбаеве. Возвращает название Астана, столица, вместо Нур-Султана. Ну, додуматься, назвать именем человека. Ну, хотя сам Такаев это и предложил. Вот. Поэтому, поэтому вот это важно. Туда же прилетел Путин. Видимо, просить помощи у Китая. Видимо, просить военной помощи. Потому что пока он может покупать оружие только у двух государств для своих зэков. У Северной Кореи, как я понимаю, Белоруссии. Все, больше никто не продает. Оружия нет. То есть, можно набрать по 10 миллионов человек армию. Вооружать ее нечем. Ездить не на чем. Там все это гнилье. Оно, ну, мы же видим вот там под изюмом, как это все выглядело. Вот. То есть, Такаев приобрел такой защитный, как это называлось, ярлык. То есть, теперь ставка Золотой Орды, главнокомандующего в Пекине. Вот Такаев себе взял защитный ярлык. Это полезно, я должен сказать. Особенно с таким соседом, как Россеюшка. Дальше туда прилетел, естественно, и Лукашенко. Лукашенко заставили одеть маску. Это очень смешно. То есть, вот все-таки есть такие большие дяди, которые заставляют нашего генерал-губернатора даже иногда выглядеть цивилизованно. Сказали одеть маску, он одел маску. И все. И все его теории про то, что коронавирус это мелочь, фигня и зачем носить маски, пусть лучше все болеют и часть помирает. Конечно, 100% развеялись. Ну, да все. Это то, что мы вот в реальности видим и наблюдаем. Ну, я так понимаю, что вот эта глобальная попытка сделать какой-то супер-альянс Китая, вокруг Китая, России, Казахстана, Беларуси, Средней Азии и так далее. Значит, я понимаю этот геополитический проект. Отделить, оторвать Россию от Европы, Беларусь от Европы, ну, Украину просто захватить, тоже понятно. Тоже понятно. Но, но, слушайте, Китай это супер-сила. Это там уже скоро будет около 20% мирового ВВП. Россия это меньше 2% мирового ВВП. Беларусь это вообще маленькая деревня для Китая. Просто маленькая, так сказать, непонятная деревня для, для большой, большого Китая. Вот. Зачем Китаю равноправные отношения в этом союзе? Совершенно непонятно. Китаю над земля. Значит, их дальние взгляды это Сибирь. Забрать себя обратно, потому что они считают, что это им принадлежит. Что это было отторгнуто незаконно в середине 19 века по Уйгурскому договору. Под давлением англичан и французов Китай тогда отказался от огромной территории. Сам отказался, никакой войны не было. Но из-за того, что велась одновременно колониальная война. Та самая, которая, ну как бы в Европе была крымская. А на Дальнем Востоке англичане и французы вели тоже свои военные действия. Они считают, что это их земля. Они хотят ее обратно. Она не заселена. Она пустая. Там прекрасные места для китайского населения. Которого уже, вы понимаете, больше полутора миллиардов. Больше полутора миллиардов. И в этой связи долгосрочный интерес Китая это ослабление России. Это не усиление России. То есть чем Россия будет слабее, тем легче забрать эти земли обратно. Поэтому они на самом деле, несмотря на то, что там якшаются с Путиным, чтобы позлить американцев. Их реальная дальняя перспектива это поставить Россию на колени. На колени поставить Россию. Для этого надо, чтобы Россия абсолютно во всем зависела от Китая. Поставки товаров в финансовой сфере, в внешнеполитической сфере. С одной стороны. С другой стороны по чуть-чуть выжимать ее экономически. То есть, да, Китай будет покупать у России нефть и газ, но по значительно более низким ценам. Тем самым, снижая конкурентноспособность российской нефтегазовой сферы. То же самое, мне кажется, что будет в отношении потребительских товаров и всего остального. Будут просто захвачены рынки. Будет демпинг. Будут уничтожены российские производители, которые еще остались. И, ну, просто будет колония. Россия, ну, Дальний Восток уже колония Китая. Я был в Хабаровске. Это колония Китая, да. Это вот эти города при Амуре, они все полностью зависят от Китая. Во всем. Там на рынок заходишь, там одни китайцы. Магазинчики держат китайцы. Ресторанчики многие держат китайцы. Китайцы везде на улицах. Это уже колония Китая. Но, хотя, там, многие не понимают еще это. Но, ну, понимаем, да, разница населения. Россия 140 миллионов, Китай миллиард 500 миллионов, да, там. Ну, есть или там 700 миллионов разница. Разница ВВП тоже в 10 раз. Разница в возможностях, там, производства. Там вообще бесконечная. Китайцы могут производить все. Все, что хочешь. От пуговиц до айфонов. Россия, вон она не может нормально танк произвести. Вот и все. Вот и все. Поэтому этот саммит интересный. Будем наблюдать за его результатами. Но главный его пока итог, это зонтик над Казахстаном. Защитный. Потому что Казахстан объявил официально, что присоединяется к режиму санкций Соединенных Штатов Америки. Член Единого Экономического Союза, Евразес, член ДКБ. Говорит, что выбирает американские санкции, а не российские. Это реальное раздражение. Вы знаете, что Казахстану перекрывали нефтепроводы. Казахстану перекрывали транзит товаров. Плевать. У них есть Китай. Если надо, они все это туда направят. Китайцы проще будут покупать казахскую нефтегаз, чем российскую. Потому что там ближе культурно, ментально. И это стратегические союзники. Короче говоря, вот такая история с этим Китаем. Дима Д. Какой танк? Гвоздей Россия не производит. Да. Благовещенск китайский. Да. Китай план уже смекнул и платит мало. Китай очень мало платит. Фактически на грани рентабельности просто держит Россию. Никаких сверхдоходов Россия с китайских денег положить не может. Это делается специально. Конечно специально. Вот. Зато нефть и газ, которые в Китай не пойдут из Ближнего Востока, из-за того, что они покупают демпинговую российскую нефтегаз, они пойдут в Европу и заместят там европейский газ и нефть. Все нормально. Все нормально. Ну, символично, что Лукашенко назвал этот саммит Шанхай. Мы члены шанхайской семьи. Мы член шанхайской семьи. Ну, вот глазки еще надо так сделать. Вообще будет точно. Спасибо.